Специалисты логистического центра КАМАЗа называют это событие знаменательным. Запуск первого роботизированного погрузчика – это очередной этап развития логистических технологий в направлении беспилотного транспорта. Пока задействованы два робота. Работать они будут в цехе сборки кабин для грузовиков четвертого и пятого поколения. Есть уже решение, как дозагрузить этот проект. Будет доставляться и развиваться здесь кабина «Компас», по которому эти годовые планы уже с 2000 до 5000 и выше прогнозируются. Поэтому я думаю, что он будет востребован и непрерывно обеспечить доставку каркаса кабин. Человеческий фактор всегда играет важную роль. Идея проекта заключалась в том, чтобы без присутствия человека и обычных погрузчиков обеспечить доставку кабин и комплектующих непосредственно на производство. Робот-погрузчик – это совместный проект КАМАЗа, Ростеха и инновационного центра Сколково. У него лазерные лидары. Расстояние лидара, которого видят, 40 метров. Спереди и сзади? Спереди. Сзади у него телега. Ему смысла ее как бы сотрить нет. А у кого нет, только один? Есть передний, который определяет в горизонтальной плоскости. И есть еще один, который определяет по ширине телеги. То есть до двух метров определяет еще дополнительную ширину по бокам. На роботах установлены аккумуляторы, которые позволяют работать без дополнительной зарядки 16 часов, то есть две смены подряд. Скорость их работы синхронизирована со скоростью движения конвейера. И это только первый этап реализации большого проекта. В будущем планируется максимально распространить новые технологии на все склады логистического центра, где позволяют условия и инфраструктура. На сегодняшний день мы смотрим, как перестроить схемы взаимодействия складских работников внутри, поменять потоки, разделить зоны ответственности, где применяется беспилотная техника, где применяется смешанный труд, то есть и человек, и робот, чтобы обеспечить безопасное производство работы. Параллельно пересматриваются инвестиции в направлении беспилотников. По словам руководителей проекта, в первую очередь необходимо сосредоточиться на тех проектах, которые дадут быстрый экономический эффект и достигнут окупаемости в наиболее сжатые сроки. Константин Величко, Роман Гейтман. Вести КамАЗа.